доброе утро всем я давно хотел уже рассказать о своем пленерном арсенале ну как всегда не хватает времени вот я на скорую руку сделал фотографии попробую сейчас рассказать о том что я ношу обычно с собой хотя я часто меняю свои атрибуты но вот сегодня у меня сумка вот это вот это сумка рюкзак китайская там рублей за 500 свое время покупал это вот данном случае мои девайсы и очень удобный штативчик универсальный на который который можно ставить как треножничек и как прицеплять как струбцину это фото штатив очень легкий 500 грамм всего весит я выбирал самый маленький но тем не менее он очень устойчивый для всех вариантов и для работы стоя и вот с такой вращающейся головкой которые я приделал обычную картонную папку старую старую еще но я ее правда облагородил вот приклеил к ней обычным клеем башмак который от фотоаппарата и сзади ее вот там вот я сейчас дальше покажу я ее просто элементарным клеем приклеил и держится очень хорошо и папка это вот я очень много экспериментировал и остановился на этом варианте она самая легкая самая удобная как вы видите все это вращается во всех проекциях прикрепляется отсоединяется вертикально и горизонтально если надо вертикально для портрета вот как сейчас обычно пользуюсь двумя максимум четырьмя прищепками вот такими тоже зажимами которые мне очень нравится у них много других качеств еще которые я могу показать это коробочки мои про которые я все хочу отдельно рассказать ну вот такие самодельные зажимчики и резиночки вместо пенала я пользуюсь самодельными полиэтиленовыми такими пакетиками которые в общем очень хорошо сохраняют кончик кистей в то же время они невесомые вообще самое главное в этом наборе во всем пленере это как мощь можно меньше веса буквально все измеряется на грамм и потому что 50 грамм 100 грамм 500 грамм и уже набирается килограмм а и так далее поэтому я ну каждый раз ограничиваю ограничиваю все уменьшаю уменьшаю количество своих кисточек карандашей потому что понимаю что главное не только их количество увеличивает вес дело не в этом дело в том что оба большое количество лишних вообще нужна одна кисть лишних кистей и всего остального просто раз размывает как бы работу теряется стиль когда ты работаешь одним инструментом одной краской одни одной манерой то вот это легче сохранять стиль все это укладывается в такую самодельную коробочку которая сделана из легчайшей пластмассы точно так же как и палитра которую я вот нашел для красок наиболее удобно и мне потом я это все могу по отдельности рассказать все это укладывается вот в эту а четвертого обращаем внимание коробочку туда же складываются все практически кисти карандаш и обычный полиэтилен склеенный скотчем лег легко удобно просто не надо ничего мудрить покупать дорогие и вот крышка от коробки она укрепляется на крестовине этого штативчика с помощью резинок и с помощью резинок же в прорезе дырочек в крышке я имею возможность вот так вот прикреплять кисти и в то же время эти резинки с другой стороны употребляется для того чтобы вот так защелкивать эту коробочку вес ее но я не знаю не больше килограмма наверное но там есть все это все снимается папки складываются а третий формат данном случае папки я делаю сам из гофрокартона обклеиваю их иногда иногда не обклеиваю полиэтиленом или самоклеющимися пленками вот эта папка очень удобная она тройная во первых она для бумаги во вторых она используется как тумбочка когда есть скамейка то и стульчик используется для подставки когда нет скамейки на нем сижу укладывается вот этот штатив точно также вот незаменимые резинки которые все могут заменить в том числе и зажимы эти резиночки скрепляют ножки чтобы они не болтались все это укладывается вот в эту сумку рюкзак в принципе его можно сшить работа улетела значит в принципе это можно все сшить и самостоятельно это простейший чехол но только вот к нему добавлены еще карманы это удобно когда карманы добавлены потому что я пользовался таким мешкообразным чехлом нет это неудобно все равно тогда внутрь надо накладывать сумки чтобы все не разлеталась по этому мешку а когда есть вот такие вот карманы а заметьте а а четвертого формата карман а пятого карман формата и а пятый поделенный на 2 вот это сверху два кармашка все это очень удобно для мелочей я как говорил это вот обычная китайская сумка купленная у нас в арт-бутике и когда ее покупал она стоила рублей 500 наверное сейчас видимо дороже если она у меня порвется когда-нибудь я ее просто закажу и очень резко взлетели мне просто жалко денег я конечно не нищий но не хочется быть тем кого убирают значит ее легко сшить самому в конце концов можно использовать любую сумку плюс вот те папки которые сделаны у меня тоже из гофрокартона ну и с собой я ношу вот еще маленькие альбомчики ко мне часто подходят иностранцы просят показать работы иногда просят купить я вот эти вот фиксимильные постеры часто продаю хотя не делаю это самоцелью как я уже говорил потому что вот работая бесплатно это я специально сделал такой плакатик потому что мне в общем то надоели когда я рисую на улице все подходят и первый вопрос они мне задают сколько это стоит меня это достало показывают этот смайлик говорю вот так нарисовать бесплатно если лучше то дороже вот она одевается и через плечо и как рюкзак и весит все это вот в данном случае 8 килограмм до свидания